Здравствуйте! Вы смотрите новости о том, что важного и интересного произошло в Оренбурге, расскажут корреспонденты городского телеканала ЮТВ и я, Наталья Богданова. Ну а сейчас коротко о самых главных темах этого выпуска. Определился окончательный список кандидатов на кресло мэра Оренбурга. Кто в него вошел? Из-за потепления и отсутствия ремонта крыш оренбуржцев заливает талая вода. В мэрии рассказали, почему не справляются с уборкой городских улиц. Чем запомнился оренбуржцам мэр 90-х Геннадий Донковцев? Более подробно об этих новостях и не только расскажем далее в выпуске. В среду завершился прием документов на конкурс главы Оренбурга. За кресло градоначальника намерены бороться 13 кандидатов. Многие кандидаты подавали документы и в прошлом году, но, несмотря на поражение, решили попробовать свои силы снова. В их числе шоумен Назима Мергалиев, лидер регионального союза защитников Отечества Андрей Приказчиков и пенсионер ФСБ Сергей Столпак. В этот раз в списке кандидатов только одна женщина. Замначальник одного из отделов городского ЖКХ Татьяна Киселева-Овинова. Есть и другие сотрудники мэрии. Глава Северного округа Дмитрий Корнев, начальник одного из отделов Южного округа Сергей Новокрещенов и, конечно, исполняющий обязанности глава Оренбурга, приехавший в город по приглашению губернатора Владимира Ильиных. Полный список кандидатов вы можете узнать на сайте городского совета. 30 января им предстоит представить концепцию развития города. Необыкновенная теплая зима в Оренбурге обернулась коммунальными проблемами. Талый снег хлынул в квартиры жильцов верхних этажей. Затопило десятки домов и несколько социальных объектов города. Кто должен платить за ремонт в таких ситуациях, разбиралась Валерия Шарова. В режиме выжимания тряпок 10 квартир дома по улице Шевченко живет с 18 января. Для Ирины такая ситуация крайне нетипична, ведь их квартира находится не на последнем этаже, а на втором. На пятом этаже хозяин квартиры и вовсе взял отпуск, чтобы успевать менять ведра. На своих кухнях жители не включают никакие бытовые приборы. С люстр капает вода, в квартирах сырость. О новом ремонте некоторым можно забыть. Ну не знаю, вот тут вот все время вот заклеивали скотчем, ну не скотчем, а лентой. С этой стороны туда такого не было. Первый раз. Я беспокоюсь, чтобы дом не разрушился. Дед мой жил тут, родители, и я теперь вот. Все, что делает сейчас управляющая компания, периодически счищает снег с крыши. На данный момент с погодными условиями не представляется возможным обследование разрушения кровельного покрытия. То есть, когда уже растает все снежные покровы на кровле, когда подсохнет, и можно будет увидеть, есть ли там растресанные, либо какие-то разрушения бетонного условия. По словам жителей, представители управляющей компании «Вектор» крайне неохотно выходят на связь и составляют акты о поврежденном имуществе. И такая ситуация с протекающими крышами актуальна для всего Оренбурга. Только за последнюю неделю в муниципальную приемную поступило 60 звонков. Такая же ситуация наблюдается и у жителей по улице Пролетарской. Ну, помимо того, что нам придется снова делать ремонт, новый натяжной потолок, естественно, все обои менять. Получается, нам придется зимовать. Вот так вот статиками мы даже не сможем никуда уехать, не отлучиться. У нас маленькие дети, влажность здесь была 80%. Ставили с мужем ночью даже будильник. Вставали каждые полтора-два часа, чтобы собирать воду. В такой ситуации первым делом пострадавшим следует обратиться в управляющую организацию для составления акта. В нем должны быть прописаны предположительные причины протечки и выявленные повреждения имущества. И самостоятельно лучше тоже сделать пару фотографий, там свидетелей записать по возможности. Для того, чтобы зафиксировать стоимость ущерба, нужно вызывать оценочную компанию. В дальнейшем уже, если управляющая компания проигнорировала, вы обращаетесь в суд. Можно подавать по своему месту жительства альтернатива, либо по месту регистрации управляющей компании. Если это ТСЖ, то здесь только по месту регистрации самого ТСЖ. Во время процесса необходимо требовать исправления протечки и возмещения как материального, так и морального ущерба, а также затраты на юриста. По словам Екатерины, дела с управляющими компаниями в судах частое явление. И в большинстве своем судьи на стороне пострадавших. Валерия Шарова, Федор Бородацкий, Максим Марарь, городской телеканал ЮТВ. Отсутствие сильных морозов и регулярные снегопады буквально балуют оренбуржцев этой зимой. Но не коммунальщиков. Горожане продолжают жаловаться на плохую уборку улиц, частного сектора, дорог и тротуаров. В мэрии рассказали, почему не справляются с уборкой снега. Зима в этом году радует мягким климатом и обильными снегопадами. Правда, радости от погоды жителям Оренбурга испытать в полной мере не получается. Последний месяц горожане постоянно жалуются на некачественную уборку снега. Напомню, что прокуратура города также внесла представление администрации. А на семь управляющих компаний заведены административные дела. Оснащено на 30% от той нормы, которая требуется. Поэтому в этом году мы закупаем дополнительную технику, хотя бы чтобы выйти процентов на 50 по оснащению. Но даже с этими 30% по основным магистралям мы нормы уборки укладываемся. По словам сотрудников администрации, основными проблемами при уборке снега является нехватка работников и техники. Помимо этого, сами жители частных секторов безответственно относятся к требованиям освободить место для очистки снега. Тот объем работ, который службы могли бы выполнить за один день, растягивается минимум на три. Чтобы очистить весь частный сектор после снегопада, нам нужно где-то от трех до шести суток беспрерывной работы. Последнее обновление техники было в сентябре 2019 года. Тогда на приобретение 30 машин направили более 137 миллионов рублей. По словам работников администрации, следующая закупка коммунального оборудования будет в апреле 2020 года. В планах закупить специализированную малогабаритную технику для очистки узких тротуаров, а также крупную комбинированную для работ в любое время года. Если вы недовольны уборкой снега, льда или сосулек, звоните в диспетчерский центр Оренбурга по телефону 30 40 40 или свою управляющую компанию. Виктория Палкина, Федор Бородацкий, городской телеканал ЮТВ. Администрация Оренбурга расторгла контакт с компанией, сорвавшей сроки по ремонту городских тротуаров. Напомню, что плитку укладывали и в снег, и в дождь. После многочисленных публикаций в СМИ прокуратура провела проверку. После прокурорской проверки администрация Оренбурга расторгла контракт с компанией «Благоустроитель». Организация занималась благоустройством 17 тротуаров стоимостью 177 миллионов рублей. Напомню, подрядчик должен был закончить ремонт до 1 ноября, однако работы продолжались и зимой, несмотря на мороз и снег. Принято решение о внесении представления на имя главы города Оренбурга. Заказчик обязан производить контроль за ходом выполнения работы с своевременностью и качеством. Назначена экспертиза фактического объема выполненных работ, которая подтвердила факт выполненных работ на сумму 126 миллионов рублей. Эти работы были оплачены управлением строительством дорожного хозяйства и сам контракт расторгнут. В 2020 администрация должна объявить новый конкурс и заново выбрать подрядчика, который завершит ремонт. Отмечу, что в мэрии уже заключили контракты для ремонта 19 участков городских магистралей в текущем году. Среди подрядчиков компании Оренбург, Ремдорстрой, Ортехцентр, Дорстрой Уфа и Благоустроитель. В прокуратуре рассмотрят вопрос о рекомендациях по включению компаний в реестр ненадлежащих поставщиков. Есть и хорошие новости по ремонту дорог. В Оренбурге планируют применять новую систему покрытия. Как обещают эксперты, срок службы увеличится до 24 лет. Готовы ли к таким переменам подрядчики и какой ремонт произведут в 2020-м, расскажет Ванесса Петерс. Вместо гостовского асфальтобетона уже в течение пяти лет внедряется система объемного проектирования. Это и СуперПейв, о котором мы сегодня в основном будем разговаривать. СуперПейв – это новый метод проектирования составов асфальтобетонных смесей для дорожных покрытий. Из 83 регионов, которые участвуют в национальном проекте, Оренбург входит в число 10 наиболее активных. Вы можете для разных типов дорог сделать разные покрытия с разным уровнем надежности. Но самое главное, что система подразумевает адаптацию к конкретным климатическим условиям данного региона. Всего на семинаре присутствовало 175 участников. Среди них 6 подрядчиков с разных муниципалитетов области. На сегодняшний день, по словам Евгения Дамье, еще ни одна подрядная организация, которая освоила СуперПейв, не возвращалась к прежней системе. Оренбургские дорожники всегда хорошо относились к тому, что называется красивым словом инноваций. Тот тренд, что если подрядчик желает быть на рынке, он обязан быть носителем самых современных технологий, это понятно. Поэтому те, кто смотрит на дорожное дело как на современный нормальный бизнес, он обязательно будет учиться совершенно вкладывать свои деньги. Участникам семинара подробно рассказали, как работает новая технология. И показали на примере образцов старого и нового асфальта. Новая система покрытия дорог позволяет подрядчикам избежать брака. По словам руководства научно-исследовательского института, принципиальных изменений в ценообразовании нет. До настройка техпроцесса, до укомплектации лаборатории, обучения сотрудников, это действительно какие-то небольшие вложения. Не глобальные. В периоде одного года укомплектоваться, обучиться и вложить может чуть-чуть дороже. Но в перспективе за счет увеличения межремонтных сроков, за счет совершенно других эксплуатационных свойств, значительно дешевле. В 2019 году в Оренбурге уже был сделан экспериментальный участник дороги по новейшим технологиям под Каргалой. Его протяженность 6 километров. По словам директора управления дорожного хозяйства, в этом году все оставшиеся объекты в обязательном порядке будут доделаться с использованием технологии SuperPave. В Оренбурге почтили память бывшего главы города Геннадия Донковцева. В этом январе ему могло бы исполниться 75 лет. О том, как управлял городом мэр-хозяйственник и как развивался Оренбург в 90-е годы, расскажет Анастасия Клесова. Геннадия Донковцева принято считать первым всенародно избранным мэром Оренбурга. Мало кому из градоначальников выпадали такие трудности, которые пришлись на время правления Геннадия Павловича. Экономическое и социальное падение страны, так называемые лихие 90-е, тотальная разруха, безработица, передел собственности. По словам родственников экс-мэра Оренбурга, Геннадий Донковцев посвятил всю свою жизнь политике и даже на прогулках не мог отвлечься от решения проблем. Он что-нибудь задумает, что нужно там посмотреть уже на работе. Мне ничего не говорит, а мы идем погуляем. И гуляли мы по помойкам. Помню, он сахарные бунты ходил, разнимал. Мне до сих пор говорят спасибо за то, что он совершал какие-то даже самые маленькие дела, отдал свою квартиру, например, просто обычным людям. Помогал просто от чистого сердца. Несмотря на экономический кризис и огромное количество социальных проблем, Геннадий Донковцев не забывал и о культурной жизни Оренбурга. Благодаря бывшему градоначальнику стало возможным создание Оренбургского камерного хора, книжного издательства, фонда Евразия и многого другого. В 75-летие Геннадия Павловича Донковцева мы, по сути, вступаем в год 25-летия Оренбургского книжного издательства. Издательство, которое уже 10 лет носит имя своего создателя. Издательство, которое было создано в 1995 году в совершенно нелегкие для России времена, когда, в общем-то, больше нужно было думать об экономике, о развале страны, о создании Оренбургского муниципального камерного хора, который прославляет Оренбург далеко за его пределами. Это и создание хора «Новые имена». В минувшем году в книжном издательстве имени Геннадия Павловича вышло 20 книг. На вечере памяти бывшего градоначальника оренбуржцам подарили книгу «Литературные прогулки Прокофьевых». Со смерти Геннадия Донковцева прошло уже 10 лет, а его дела по-прежнему живут. Анастасия Клесова, Федор Бородатский, городской телеканал ЮТВ. Уже полгода оренбургским пенсионерам доступны бесплатные обеды и досуговые мероприятия. Каждый день в Добродомик приходит порядка 200 человек. Однако сейчас благотворительный проект на грани закрытия. Почему, узнала Екатерина Тонкопей. Чтобы собрать деньги для поддержания программы бесплатных обедов и мероприятий, подопечные благотворительного фонда Добродомик запустили свой проект. Подделки, сделанные их руками, впервые выставлены на продажу. Как рассчитывают организаторы фонда, покупать работы будут студенты. Когда уже они практически готовы стать мамами и папами, у которых уже есть какая-то подработка и финансы, они могут позволить за 50-100 рублей купить вещицу. И становясь мамами и папами, они там одели носочки на своего малыша, зная, что это сделала бабушка. Вышивать, вязать носки и рукавицы умеют не все оренбургские пенсионеры. Впрочем, они могут научиться этому на мастер-классах. С пожилыми людьми занимаются не только поделками. Для них устраиваются и другие культурные мероприятия. Живой воды в одной горсти. К арту спешили поднести. Впрок пили воду черногорцы. И жили впрок до 30-ти. Так, процитировать Высоцкого, поговорить о литераторах современности, пожилые люди с удовольствием принимают предложение фонда «Добродомик». К слову, волонтеры уже на протяжении полугода стараются оказать помощь нуждающимся жителям области, для которых теперь организовано бесплатное питание. Каждый человек может поддержать, подарить себе стоимость обеда в каждом регионе 55 рублей. Ну, это именно затрата на продукты. Нужно в пределах 200 тысяч в месяц для обедов пенсионеров. Здесь обедает от 150 до 350 пожилых людей в день. Сумма в 200 тысяч рублей рассчитана с тем условием, что уже есть продуктовые поставщики. Однако, признаются в фонде готовых, помогать фирм недостаточно. Нередкие случаи, когда сами пенсионеры приносят сахар, соль и другие составляющие обеденного стола. Помощь пожилые оренбуржцы готовы не только принимать, но и оказывать. Я вязала носочки для детского домика от 3 до 5 лет. Я связала 5 пар, отдала. Теперь я сделала благотворительность, новую одежду с этикетками. Отдала тоже штук, наверное, 100. Детский приют мы делали ребятишечкам маленьким. Я делала куколки, там ваточка вкладывается, головочки делали, а потом ручки здесь, здесь это поясочек. Красивый ребятишечкам понравился. Добро и хорошее настроение, говорят пожилые оренбуржцы, царят во время проведения культурных мероприятий. А на обеды многие пенсионеры приходят ежедневно. Очень важно, отмечают в фонде, создать такую атмосферу, при которой старшее поколение не будет чувствовать себя одиноким. Екатерина Тонкопей, Максим Марарь, городской телеканал ЮТВ. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете посмотреть на нашем сайте utv.ru. Также за актуальными событиями можно следить в нашем инстаграме utv.orin. Если у вас возникли вопросы или вы хотите рассказать о своих новостях, звоните по номеру телефона 09388. С вами была Наталья Богданова. Всего вам доброго. Оставайтесь на ЮТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok